Шрифт Давайте для начала подумаем, что такое шрифт. То есть вот как дизайнер логотипа вы можете представить, что шрифт это набор букв, созданных по определенным правилам и объединяющихся между собой в определенный стиль, который продается заказчику. Как дизайнер по верстке, например, или по фирменному стилю, вы можете сказать, что шрифт это часть системы идентификации, которая будет продана заказчику. Вот вчера Михаил Шишкин, если вы слушали внимательно, сказал про музео САНС, и в частности, как Родион Арсеньев его брифовал по телефону, что это 30-летний самодостаточный состоятельный мужчина, у которого нет никаких комплексов, который все себе доказал и ничего больше никому не должен. И делает, что хочет. Я подумал, что музео САНС – это я. У каждого свой подход. Для меня шрифт – это, по сути, некий объект искусства, который я создаю, либо мои коллеги создают, который имеет ряд спецификаций. Самой главной спецификацией шрифта является набор знаков. Обратите внимание, что нам с детства твердят, что в русском языке 33 знака. На самом деле нет. 33 прописных, 33 строчных. Для латинского алфавита у нас 26 и 26. Плюс у нас есть различные польские, чешские и другие восточные и западноевропейские языки. Плюс у нас есть цифры и служебные знаки. Всего я для себя определяю, что шрифт – это примерно вот столько. Ни больше, ни меньше. Естественно, здесь нет китайского языка, иначе бы слайдов было больше. Здесь нет греческого языка, но здесь основная карта покрытия – знак Европы. Вот шрифт для меня – это как минимум нарисовать вот столько. Как я себе представляю именно понятие шрифта, что это набор шрифтов, объединенных общей стилистикой и разных по толщинам. Все называют это шрифтовая гарнитура. Соответственно, я себе представляю так, что хорошая гарнитура – это примерно 5 шрифтов от тонкого до жирного, в каждом по 417 символов. Можете быстренько перемножить одно на другое, 417 на 5, получить примерно 2100. И вот это я представляю под понятием шрифт. Как вы думаете, сколько понадобится время, чтобы такое количество символов отрисовать? Ну, наверное, немало. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...